и снова здравствуйте уважаемые дамы и господа мы продолжаем наш уникальный тренинг по специальному мануальному воздействию и мануальной коррекции позвоночника тела человека в данном случае работаем горизонтально тело человека мы уже размяли предварительно разогрев подготовили его дальнейшем мануальным манипуляциям и теперь будем растягивать его с помощью декомпрессии и скруток грудной и поясничный отдел в данном случае руки нам надо опустить в стороны чтобы максимально расширить и расслабить мышцы грудного отдела ромбовидную и все остальные трапециевидную и голову для этого мы кладем так чтобы позвоночник продолжался прямой то есть без загибов желательно вот сюда и вперед да то есть ровно оставляем я предпочитаю без дырки использовать стол лучше повернуть сна по голову и меняем ее в зависимости от того устал на человека в эту сторону лежать повернуть другую сторону иногда от поворота головы зависит верхний грудной отдел они тоже могут развернуться в ту или иную сторону в данном случае голова повернут вправо они разворачиваются влево не у этого человека у него хорошая гибкость вот у некоторых людей бывают от этого влияет вплоть до пятого позвонка грудного то есть пара головы влияет до пятого позвонка и так мы будем давить сейчас на верхнюю часть лопатки где вот пусть лопатки образуются сама лопатку такой уголок выпирающий на дима здесь покажу вот это ось лопатки да это кроме отростка то есть крепится к лопатке вот есть такой уголок упирающих самую упирающую часть с противоположной стороны выпирающий бугорок подвздошной кости вот он находится ямочка на дни вот здесь не в мякоть мы даем а именно вот в эту косточку давим через полотенце простым тряпочку если там нахуй салфетки какие-нибудь из 8 под руку нету чтобы не дай бог у вас руки не соскочили соответственно наше давление идет в эту сторону и в эту сторону в противоположную на декомпрессии позвоночника компрессе на порядке такое да это вот его растяжение и по диагонали получается скрутка в противоположной стороны сюда и сюда вот такое сложное движение смотрите как я уперся позвоночник уперся в лопатке сверху моё мой корпус тело центр тяжесть находится практически в проекции с центра этого отрезка да вот здесь и давлю одновременно есть небольшой нюанс если мы хотим больше сделать на ребра воздействия да ну чуть-чуть попасть телом он сюда перенести даю и в момент манипуляции просто удар сделать сюда сильнее если хотим сделать разблокировать подлесничный отдел да то удар сюда делаем сильнее руки смотрите как вам удобно ставить у кого-то просто поворачиваются рукава вот так вот самое важное чтобы они оставались прямыми то есть я вот развернулся до пропустила над поставил и произвел манипуляцию далее мы проходим все по ребер на подвздошной дуге ну кроме плавающих ребер то есть получается у нас воздействие раз два три четыре ну если маленький человек может там у ребенка два три раза хватит до для высокого человека четыре раза чем показывают 4 для этого желательно опять же помните нашу вот эту систему то есть массаж потом вытяжение да это тракция всегда все что мы делаем мы примерно делаем по схеме все вместе все равно с декомпрессии даже массаж делается разминание конкретной зоны да потом вытяжение аттракция потом преднапряжение выше через покачивание всякие потом манипуляция это вот естественно вот этот удар другой рода потом вытяжение в конце это если сложный случай например мы с крестцом работали до с поясницы либо с шеей для спины там вытяжение лишнее не надо и потряхивание сотрясения в конце это такой вот некоторые релакс значит что я имею ввиду после массажа мы должны понимать что у нас расслабить позвоночник он ослаблен тогда когда мы покачивая ну например за таз до видим как идет движение спирали видно как у змеи весь наш позвоночник но вместе со всеми остальными сочинениями как будто бы как сочинение змеи они должны быть подвижно вот смотрите импульс задал но еще улица до 5 напряжение нигде нету вверх задал шевеление идет в принципе до головы но где-то вот тут тут останавливается для этого можно протестировать рукой просто где идет в данном случае спортсмен занимается у него практически подвижностью и гибкость максимальная ну вот на этом участке уже слабее теперь вот что я говорю перед перед напряжением да мы должны сделать вот эти вот покачивания значит вот я человек смотрите раскачал прям за позвоночник поставил руки сразу тут надо поймать такой момент когда мы раскачиваю его ну и слышим степочек на на вторую чтобы за ним не было спустим молода то есть могут раскачиваю вот поймали ведь коснулась бедро сюда куда вот поймали прит последнюю вот эту часть довели до конца и только после этого нагрузили своим телом и провели траст делать на самом деле рассказываю дольше чем чем это делать то есть всегда обычно люди уже подготовлено не знаю что надо выдыхать но мы не ждем некоторых начинают вдох долг делать и ты уже потерял саму мобильность движения своего да поэтому иногда не ждем просто подсказываем своим 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 дыханием вот раз два три раз два три да так же продолжаем по цикложеством следующий случай когда мы хотим дополнительное воздействие сделать на поясницу на поясницу и пояснично-грудной переход для этого устанавливаем руку крест-накрест здесь да опять же в ту же косточку подвздошную с другой стороны держим ребра ребра по сути именно держим то есть мы их нет не вдавливаем уперлись раскачали для показа что рукает свободно дошли до преднапряжения почувствую вот упирается в стол да и после этого делаем траст покажем движение и вы стерну вот тут идет растяжение ты почувствовал наши пресловутые дадут к мере переход опять с 1 до и крестцово-подвздошное сочленение вот тут такие от мышцы короткие да мы их отдельно можем поддернуть за кожу достаточно плотно берем и резкую держи вот слышно было даже да и эти места тоже отдельно вот ну не больно да просто некоторые любят нащипается некоторые наоборот любят чтобы поболее да посильнее было также проходимся сквозь через весь позвоночник поддергиваю вытрясаю то есть получается у нас естественно лордоз поясница да мы его вытягиваем сюда естественно кифоз вверх на грудном отделе до мы втягиваем обратно также чтобы помочь нам разблокировать точнее расшатать вот эти осуществления можно взяться здесь вдоль позвоночника и вот так вот змейка его растрясти после этого делаем манипуляции и вот такие манипуляции для декомпрессии мы их делаем снизу вверх опять же помните мой носу от этой точки мы всегда работаем снизу вверх упираемся ну примерно это будет позвонок 10 где-то 8 да то есть над плавающими ребрами либо осисти и отростки должна лечь в промежуток вот этих косточек да то есть напрямую на систо отростки не дали либо с двух сторон руками либо я обычно делаю лодочку такую лодочка чем хорошо потому что мы внедряемся в тело да а потом еще и дополнительно такой кивок кивать на такое движение и растягиваем мышцы смотрите астиста отростки идут видите примерно по 45 градусов вниз то есть мы должны давить соответственно вверх кроме того боковые отростки поперечные у позвонков если мы щупаем здесь вот это они находятся выше сантиметра на на два пальца выше то есть мы давим вот в эти места фактически до выдергивают от этого позвонка и до низкий низкий ряд выше то есть хруст может быть четырех пяти позвонках одновременно демонстрирую вот преднабежение выдох после этого после этого давления преднабрежение выдох и давление если человек попался очень грузный ну такой плотный да с большим горбом например то мне даже я я сам высокий человек мне даже с ним тяжело работать для этого можно залезть на стол например коленками боков и тогда воздействует всем своим корпусом тела у нас дополнительно играет корпус тела видите вот опять смотрите вот я надавил перед напряг растянул и после этого манипуляция если на человека неудобно все это залезть ну так же можно полу до на полу отдельно снимем ролик где-то можно ногами по нему ходить а здесь мы усиливаем кивок за счет маха ногой то есть мы своей ногой я смахиваю вверх весьма посмотрите на мой корпус тела он автоматически идет вперед то есть как хвост кенгуру прием называется хвост кенгуру уперлись даже до преднапряжения свободно ногой который вам сейчас не нужно вы так делаете маг назад то есть ваш импульс получать от ноги передается через через корпус тела сюда следующий прием поперечная получается разблокировка мы упираемся в ребра либо в ось лопатки для этого руки опять же скрещиваем и опять же через тряпочку чтобы не дай бог ничего не соскочила потом почему это важно потому что человек может испугаться он может дернуться и за вывод момент проявить страст и у него за счет то что он дернулся раз замкнут мышцы с одной стороны спазмируется в принципе не страшно но придется дополнительно с этим работать и отдельно еще его мышцы эти расслаблять значит смотрите упираемся в этом месте лопатки до стоять можно с этой стороны может стоять со стороны головы в общем вот оттуда до для видео запишем с этой стороны вот опять же расшатали наши схеме помните вот при напряжении нашли дошли и теперь говорим выдох раз три четыре четыре места прошло здесь давление вот это наверное исключение идет потому что мы поперечно работаем вертикально в стол если все время там была декопрессия дойдет без декомпрессии отдельно можно продавить но это меньше сложно если получится до утопа человеку стянуть и давить вертикально крестец во всем разница вот с этим движением здесь было больше диагонали то есть она такая 30 градусов да а когда мы вот с той стороны стояли у нас была диагональ уже то есть мы давили вот сюда примерно градусов 10 получалось примете немножко разный угол получается так что мы еще делаем со спины пока человек лежит скручивание опять же если у нас сколиоз да то просто повторюсь для обычного человека это можно сделать симметрично для профилактики 1 раз вот в сторону да где-то был блочок мы может быть в массаже не заметили прошли мимо да но во время вот этих манипуляций мы все сделали ему полегчало люди выходят очень довольны поверьте мне благодаря ты на один раз по несколько раз еще возвращается и руки шум два раза смотрите а если сколиоз то делаем конкретного воздействия в конкретном область но пошел сколиоз правосторонний грудной да вот стрелочная сова разница значит сюда и вверх то есть противоположную сторону проблемы и плюс компрессия вверх получается получается не просто сюда еще и вверх для этого берем человека под бедро под косточку подвздошную только кладем на ладонь и поджимаем так это больно буду дает обливку зла и убережем или щекотно кого-то будут неприятно а как на столе он продолжает лежать на наши ладони даем понять что им понять чтобы он лежал а то никто берут и бедра поднимают вот под нашим весом подняли опустили тяжесть чувствуем до после этого воздействия на квадратные мышцы растягиваем растягиваем декомпрессируем далее на ребра опять же упор идет в ледерном воздушном ледерном позвоночном дугу вот и снули до конца последнее преднапряжение сделали если скрылась пошел в мою сторону в правом да я могу давить при массе с отростки с этой стороны то же самое может сделать и в противоположную сторону схватив человека за клетку вот здесь просто участвуют ниже короче поясницу тасс здесь противоположную сторону желательно при этом его пациент тоже немножко подготовиться раскачать дополнительно но это обычный делал массаже раскачиваем до чуть-чуть скрутки такие напряжения то есть что я здесь делаю я присел что мой корпус работал как рычаг схватил его за бедренную кость то есть все было за что поворачивается не за мясо да не за ягодицу либо за подвздошную кость а с этой стороны подрыва давлю то есть получается скручивание вот такое просто для подготовки перед этими манипуляциями дальше давайте покажем вот мы сделали сверху грудного отдела до декомпрессию вверх теперь поясницу особенно если поясница болит давайте чуть-чуть нашу модель евгений встанет сзади и можешь как я показывал на стол покатиться то есть подвздошными костями вот этими значит идет декомпрессия поясничного отдела здесь мы будем давить непосредственно вертикально на сами косточки позвонка позвоночника на подвздошной кости смотрите человек должен лечь ниже живота чтобы его вот эти подвздошные косточки да они уперевшись до скелет вас не гнется они не такое тщательно сливательное движение с другой стороны ноги и таз они провисли видите очень расслаблены лежат там нельзя на коленке вставать чтобы они дополнительно давали движение но если больно лежать здесь больно зависит можно предложить получку такую может стать вот и прям этим косточками на ней уложить она подняться на 8 таз опустили вот здесь мы давим дополнительно на таз всех кости прорабатываем и вертикально и движение теперь нас блокировка если есть совсем погрешно большая в теле да то можно обоими руками силой продавить поясницу вот туда вертикально опять же вот что я делаю смотрите относительно вот это осуществление 5 с 1 здесь давление идет в противоположную сторону к ногам да а то что выше находится давление к голове вставать честно надо будет встать сложную позу сюда оставай головой в ту сторону на четвереньке тут важно смотрите чтобы она был прямой угол бедер составом да теперь прогибай поясницу вниз есть принципе такое упражнение отдельно я там его сниму может посмотреть для разгрузки немножко этого поясничного отдела когда мы выдыхаем и опускаем за пупок как бы тянемся как будто грузик весит к столу потом делаем вдох поднимаем поясницу округляя куда еще больше спину вот так вдох теперь расслабились выдыхаем проделав несколько раз это упражнение на буквально там минутку-две да вы сами себе дома можете разгрузить поясницу но если к вам пришел к пациенту него уже сложно защищение да поэтому придется опуститься на к 1 локти таз вы держите чтобы осталось на месте теперь руки вперед выдавливали таким образом смотрите чтобы остался прямой угол столу для этого роста это пошире чуть-чуть машину плеч подправим как надо и прогибайся еще ниже к ястнице на случай выдержит вот здесь моему просто вот это вот крестово-позорщит совершенения до растрясаем и вытягиваем вдоль спины потом придерживая за крестец вытягиваем опять спину вперед и может принципе грудную клетку продавить доложить достаточно гибкий вот добавили такие вот методы вытягивания и расслабления поясничного отдела ложись обратно на стол после этого пациент отдыхает как и говорил да вы немножко потрякиваете раскачиваю успокаиваете его тело и можем перейти дальше к называемым приемом левадии задней и передней но об этом поговорим уже в следующем видеоролике поэтому вы нас можете смотреть сколько хотите можете подписываться на наш канал обязательно ставьте значок колокольчика чтобы вам приходили уведомления во время наших новых видео роликов полезных уроках всевозможных а сейчас ставьте лайки пока пока до новых встреч на тренинге